Здравствуйте! В эфире «Город Эсс» и Татьяна Дмитриева. Какие перспективы развития в профессиональном спорте есть у студенческих команд? Каких успехов уже добился женский баскетбольный клуб «Политех» сам ГТУ? Об этом мы будем говорить сегодня и в нашей студии генеральный директор и главный тренер баскетбольного клуба «Политех» сам ГТУ Евгений Франк и Александр Гаршин. Ваши вопросы, как всегда, задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Викторович, Евгений Владимирович. Здравствуйте. Ну, с Евгением Владимировичем мы уже знакомы. У вас хотелось бы уточнить, вы профессиональный спортсмен или тренер, или бывший студент сам ГТУ? Какое отношение, как все это сложилось? Больше я профессиональный спортсмен в прошлом, а сейчас уже занял пост главного тренера баскетбольного клуба «Политех» сам ГТУ и теперь уже являюсь профессиональным тренером. И закончил я не политехнический институт наш самарский, а педагогический. Это да, интересная деталь. А какая специальность? Учитель сам физкультуры и спорта. А, физкультуры, ну да, да, это можно было предположить. Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, функции и обязанности генерального директора баскетбольного клуба, они что вообще предполагают? Вот в чем ваши обязанности? По тому счету, проектная управленческая работа, что в компании, что в университете, что в спортивном клубе, они одни и те же. Это операционное управление клубом сделать так, чтобы команда ничем не нуждалась. Это поиск финансирования. Это организационная работа, отчасти это работа спортивного директора, отчасти это работа селекционной с вами с тренерским штабом. То есть, фактически весь такой конгломерат действий, который позволяет команде ни в чем не нуждаться и думать только о спорте. Это моя основная задача. А ваши основные какие задачи на данный момент? Я знаю, что вы второе место заняли в Суперлиге, в последнее. Совсем недавно были вот эти соревнования. Ну, недавно закончились финальные игры, где мы забрали серебро, так скажем, в этом чемпионате. Наша основная задача, как тренерского состава, это вся спортивная составляющая. Это, естественно, поддержание физической формы игроков, тактические наши все выкладки, так скажем. Ну, и, естественно, игры, игры и победы. А вообще, вот участницы, почему-то женская команда только, вот принципиально у вас женская команда, да? Участницы это кто? Это студентки, бывшие студентки, спортсменки, вот кто? Участницы команды, вы имеете в виду? Ну, у нас есть и студентки, это четыре человека у нас еще доучиваются, так скажем, в институте. И есть профессиональные игроки, которые занимаются только баскетболом и получают за деньги. А вообще, вот профессиональных игроков выгодно привлекать? Либо такой вот престиж, мне кажется, клуба каждого, когда свои игроки, несмотря на то... Как раз у нас и являются, наверное, уникальные команды, где у нас собраны только игроки самарские. Только самарские. И в этом, наверное, уникальность нашей команды, потому что такого, насколько мы знаем, ни в одном клубе нет. А в ваших планах финансовых тоже есть такие финансовые возможности, чтобы приглашать таких профессиональных уже спортсменов? Во-первых, у нас все игроки профессиональные, по сути, потому что со всеми заключены профессиональные контракты. Но я хотел бы передрисовать, немножко ответить на первый вопрос, когда вы задали Александру Викторовичу, являлся ли он студентом политеха? Уже да. Уже да. Безусловно, клуб является гордостью технического университета. И несмотря на то, что многие задают вопрос, вообще зачем в техническом университете профессиональный клуб, потому что это не только большая гордость, это большая ответственность, это большие затраты. Дело в том, что клуб является неким таким патриотическим стержнем, который развивает в студентах сотрудника гордость за свой родной университет. Университет позволяет более активно и более продуктивно работать на ниве образования и науки, готовить молодых и прогрессивных инженеров. И очень важно, что душой у нас и тренерский состав, и игроки РКОС, они все в душе политехники. Вот есть такая избитая фраза «играть за ромбик». Вот у нас, здесь у меня на лацкане пиджака, это герб Самарского химнического университета. И я уверен, что большинство наших игроков, все игроки и тренерский штаб играют не только за зарплату, хотя это тоже немаловажно в себе на условиях, но играют прежде всего за технический университет, за Самарскую область, за город Самару. Что касается финансовых условий, то мы не самый богатый клуб Суперлеги, по моим подсчетам, я думаю, что мы имеем пятый, шестой бюджет Суперлеги, но в этом и заключается мастерство и тренерского штаба, и администрации клуба, чтобы работать эффективно. То есть при ограниченных ресурсах добиваться максимально спортивного результата, и мне кажется, у нас это получилось. К нам уже поступают первые вопросы, спрашивают вас, в каком возрасте вы поняли, что будете заниматься спортом, именно баскетболом? Вопрос к профессиональному, да, спортсмену. Как вам сказать, первый мой тренер, это Рудольф Алексеевич Корюкин, предложил мне, так скажем, заниматься баскетболом где-то в четвертом классе. Четвертый класс и, ну, школа, естественно. И с этого момента я всей душой полюбил баскетбол и вот отдал практически всю свою жизнь этому виду спорта. И думаю, что понимание пришло быстро, наверное, это была моя судьба, и поэтому я... А в школе успели поработать? Нет, в школе я не успел. На самом деле мне повезло, потому что я сразу же попал в профессиональную команду и сразу же начал карьеру, после игрока профессионального, сразу же начал карьеру профессионального тренера. Но вам как тренеру вот эти педагогические знания, навыки, которые вы получили при обучении в высшем образовании помогают? Конечно, конечно, потому что и был пройден курс и психологии, и все остальные там, ну, даже по физподготовке мне помогает мое образование. И поэтому все это не прошло даром, мое обучение в педоинституте, и поэтому очень помогает. Вы какой тренер? Жесткий? Или вообще-то, когда участница команды девушки, да, вот как тут найти какой-то баланс, потому что спорт вообще не представляет? Ну, говорят, что нет, говорят, что нет, не жесткий, но бывают моменты, когда надо свой характер проявить, и чтобы команда чувствовала, что они находятся под руководством тренера, и все равно должны выполнять какие-то действия, которые именно я должен заставить их делать. Ну, какие-то упражнения, что-то еще, или там игровая схема, опять же. И поэтому, ну, говорят, что мягкий, но на самом деле, надеюсь, что не совсем. Без кнута не обходится, да, только. Вот хотелось бы у вас еще узнать, к чему готовитесь в будущем, в ближайшем, и вообще генеральный директор, он как-то организует будущее соревнования, в организации принимает участие, или это не ваша вообще задача? Дело в том, что успех, большой успех прошлого сезона, я могу с полной ответственностью называть большим успехом, потому что впервые за 10 лет в Самаре, появились медали в женском баскетболе. Я помню, что 10 лет назад в Самарской области был такой замечательный клуб ВБ МСГАУ, который был многоградным чемпионом России, завевал баскетболную лигу чемпионов. Так получилось, что фактически уже порядка 10 лет этого клуба не существует, и последние три года, несмотря на то, что нашему клубу в этом году исполняется 15 лет, но были тоже большие перерывы связаны с финансированием, с организационными вопросами, но последняя новейшая история насчитывает три года нашего клуба в истории баскетбола, и, безусловно, это очень отрадно. И вот сегодня нас поздравлял президент Федерации баскетбола Самарской области, спикер Самарской области. У вас нет фотографий? Фотографий нету. Виктор Федорович Сазонов. Я хотел бы сказать, что тот успех, который мы достигли, это не только успех тренерского штаба игроков, руководства клуба, но это и успех Федерации баскетбола Самарской области. Я хотел бы пользоваться случаем, выразить большую благодарность Виктору Федоровичу Сазонову, вот эту поддержку, которую он оказывает. Безусловно, это и поддержка Министерства спорта Самарской области, министра Дмитрия Анатольевича Ляхтина. Проекта не было бы априори, если бы не желание изначально развивать баскетбол в техническом университете, ректора технического университета Дмитрия Евгеньевича Быкова, который в детском году стал ректором, буквально-таки на следующий год клуб был воссоздан, и уже через два года мы стали вице-чемпионом высшей лиги. И нельзя не отметить, безусловно, это поддержка клуба губернатора Самарской области Николая Меркушкина, потому что половина бюджета, который существует в нашем клубе, это бюджет Самарской области. А вот губернатская дома в этом отношении, даже председатель, вы от него чего ждете? Вот вы сказали, что вы ему благодарны, и встречались, и он вас поздравляет. Это и организационная поддержка, это и консультативная поддержка, и всегда приятно, что тот успех, который мы достигли, он не только является... Ну, определенный статус, конечно. Он не является локальным успехом технического университета или локальным успехом профессионального баскетбола в Самарской области. Фактически в Самарской области в призах оказалось 3-4 профессиональных команды пока, и мы среди них. И очень приятно, что мы играем в долгую, мы выстраиваем некую пирамиду женского, женскую пирамиду в Самарской области, чтобы эти девочки, которые приходят в дюж, пусть не все из них станут профессиональными игроками, но они должны видеть, что через 7-8-9 лет у них есть возможность стать профессиональным игроком, как Женя Кожевнин, как Оля Овчаренко, как Ирина Киселева, наша открытие этого сезона. Они должны видеть перспективы, и пусть, не повторяю, не все из них станут профессиональными игроками, но если 90% из них полюбят баскетбол, полюбят спорт и смогут отоприть своим детям, и после этого еще поступить технический университет, ну, значит, в жизни не все хорошо. Да, а вы, как экономист, можете сказать, может ли быть выгода от этого, экономической, я имею в виду, от баскетбольного женского клуба, который будет вот так вот? Если вы мне вообще назовете хотя бы один бизнес-проект в России вообще, я порадую за весь российский спорт. В баскетболе такого точно нету, в женском баскетболе такого точно нету. Единственное, если брать российские профессиональные клубы, к этой модели приближен футбольный ЦСКА и отчасти питерский «Зенит». Это, ну, может быть, московский «Спартак». То есть это те клубы, которые максимально работают с болельщиками, которые огромные средства получают, там, порядка, может, 50-60% от продажи маек, сувенирной продукции, абонементов, билетов. У нас вход бесплатный, атрибутику мы пока выпускаем, но не продаем, мы раздаем акции наиболее активным болельщикам, все у нас впереди. Поэтому мы пока не рассматриваем на данном этапе как бизнес-проект. Для нас, для технического университета, для правительства Самарской области, или федерации баскетбола в Самарской области, это социальная нагрузка для того, чтобы меньше людей были на улице и занимались активным спортом. Следующий вопрос. Почему в баскетболе оранжевый мяч? Оранжевый? Он оранжевый. Да, оранжевый. Я, честно говоря, затрудняюсь на это ответить. Это нужно знать историю, наверное, да? Да, скорее всего, историю. Ну, красивый, наверное, поэтому… Цвет радости, да, такой получается, интересный. С какого возраста нужно отдавать ребенка в секцию? Какие данные при этом учитываются? Ну, я думаю, что первый класс, не раньше, можно уже отдавать с первого класса. Первый, второй, третий будет нормально. И, ну, я думаю, что здесь главное… А рост в этом возрасте не имеет? Нет, я вот как раз хотел сказать, что я думаю, что не имеет значения, потому что игроки есть разного роста, разного… Здесь, мне кажется, важен характер. Если есть характер у ребенка, и он этим загорится, действительно, этим видом спорта, то тогда уже все остальные данные, я думаю, уже не важны. А в результате занятий таких долголетних баскетболом рост увеличивается все-таки? Ну, я думаю, в каком-то, да. В каком-то, в какой-то смысле, в каком-то процентном соотношении чуть-чуть. Ну, генетика зависит от всех. У нас есть, допустим, игроки с ростом 1,65 м, есть игроки с 1,90 м. И зачастую при активной игре в защите, в нападении, на подборе выигрывают маленькие игроки, которые, может быть, более агрессивные, более мобильные. Я хотел бы, Александр Викторович, добавить по поводу детского баскетбола. Безусловно, и женский, и мужской баскетбол имеют очень большие традиции в Самарской области. И вот я уже говорил о том, что мы пытаемся построить пирамиду женского баскетбола. И, безусловно, очень активно себя проявляют здесь наши детские тренеры. Я не могу сказать о тех заслугах, которые в этом сезоне и в прошлом году сделали нашу замечательную тандем, это и Марина, и Виктор Курюльчаки. И девочки первого-второго года все стали чемпионами России. Наши команды, которые при нашем баскетбольном клубе, команда детской и юношеской баскетбол-лиги, они выступали, стали седьмые из сорока команд. Поэтому в Самаре есть большое количество возможностей заниматься в разных частях города. И в Кировском районе, и на Красной Глинке работают, в управленческом поселке, вернее. Поэтому возможности, знаете, женским баскетболом есть. Ну это радует всегда, потому что, особенно в последнее время, говорят, что именно финансовые возможности, затраты становятся препятствием для занятий. Это очень демократично, без спорта. То есть здесь такой проблемой нет. Такой проблемой нет. Кроссовки и все. Понятно. Следующий вопрос от Романа. Какой момент с прошлого сезона понравился тренеру? Момент. Вот у вас есть яркий момент, который вы запомнили? С прошедшего сезона, я так понимаю. Да, с прошлого, да. С прошедшего сезона. Я думаю, что это домашняя победа над командой из Ростова. Ростов-Дон-Юфу мы выиграли в пятиминутке, забив трехочковый мяч с восьми метров и вырвав победу буквально на последних секундах. Это, наверное, один из верчайших моментов этого сезона, потому что было такое уже напряжение в зале и у игроков, и у тренеров, и у зрителей. И вот когда исход матча сложился в нашу сторону, то это было такое какое-то эйфория, счастье, и момент такой очень запоминающийся. И был обыгран дома очень сильный и принципиальный соперник. Прошлогодний чемпион России. Прошлогодний чемпион России, да. Который представляет не только Ростов, но и Южный федеральный университет. У нас было много дерби университетских было в этом сезоне, и мы играли с Северо-Кавказским федеральным университетом, мы играли с Южными федеральными университетами. И очень важно, что в этих вузовских дерби наш родной политех оказался сильнее. Вот все-таки, лично мне до конца непонятно, где та грань между профессиональным спортом и вот таким любительским, студенческим, вот когда команда вуза, да, баскетбольной, вот как ее провести? Я вот не могу это... Ваша заработная плата составляет большую часть того, что вы получаете в целом, значит, вы профессиональный игрок. То есть, если для вас единственным источником дохода является контракт с клубом, значит, вы профессиональный игрок. Если для вас это некое хобби, и вы получаете вознаграждение за другом месте, значит, для вас это некое хобби. И по большому счету, очень приятно, что при активной работе Александра Викторовича мы много звездочек открыли в этом сезоне, и они из студенческого баскетбола перешли в профессиональный статус. А вы этому даже радуетесь? Конечно. А мне кажется, это может и огорчить тренер. Вот он сделал звезду, да, из юной баскетболистки. Пока звездочка. И вдруг звездочку, да. И она вот сказала, ну спасибо, до свидания, я пойду уже в другую команду. Ну, имеется в виду из наших... Да, никто не... Нет, из нашей команды наша девушка заиграла, это Ирина Ксилева, можно назвать фамилию даже, придя просто с студенческой команды, заиграла в нашей команде. Из сборной вуза. В нашей команде. Она не ушла никуда дальше, а осталась у нас и помогла. У спортсменок есть тоже, уйти в другие профессиональные команды, где больше заплатят и так далее, подняться. С статусом выше. Да, и есть Суперлига, в которой мы выступаем, и есть и Премьерлига, которая дивизион выше нас, это лучший дивизион женского баскетбола в России. И туда же мы отправляем тоже свою представительницу, это Юлия Полуянова, у нас повышается класс, и мы переходим в команду Премьерлигой, за что мы буквально рады за нее, потому что это шаг вперед и большой шанс для нее. Пока мы только рады, потому что мы не играем в Премьерлиге, поэтому мы пока испытываем радость от того, что мы подготовили для... Осталось заиграть, да? ...в баскетбол нового игрока. В Премьерлиге. Следующий вопрос от Ольги. Какой ваш рост? И ваш рост вам помогает или мешает? В каких ситуациях? Ольга, ну, наверное... Хотя вот сейчас у нас гости на одном уровне сидят, но вопрос... Да. Мой рост 205 сантиметров, и, честно говоря, когда я был игроком, не отказался бы еще сантиметров от 10 как минимум. Мне он только помогает, никакого дискомфорта я не испытываю. И еще раз говорю, а еще бы от 10 сантиметров как минимум я бы не отказался. Да, вот это вот хорошее такое позитивное отношение, потому что, к сожалению, вот я сейчас вы говорили, я вспомнила, у нас был спортсмен Сезоненко, да? Да, Александр Сезоненко. Как-то вот у него со здоровьем все-таки были... Да, там просто все-таки был избыточный рост, это 2,38-2,42. И действительно, да, ну, в какой-то момент, да, у него начались проблемы со здоровьем, но здесь уже... Просто избыточный рост, это тоже плохо, но я про свой говорю, что еще бы не отказался. 2,15 мне было бы хорошо. Да, ну, в общем-то, получается, что рост не мешает ни в каких. В каких ситуациях, вот если отвечать конкретно. Только помогает ни в каких, ни в машине, ни в общественном транспорте, ни в лифте, ни это, не испытывая никакого дискомфорта абсолютно. У каждого спорта есть своя специфика, у баскетбола какая специфика, и главное, какие человеческие качества формирует баскетбол, и спортивные тоже. Вот зачем нужно заниматься баскетболом, что человек потом получит? Ведь нужно же как-то прогнозировать какие-то качества. Вот недавно тоже были в студии у нас представители команды настольного тенниса, так они столько плюсов от этого вида спорта описали, это и зрение там еще очень много. А у баскетбол что дает? Я думаю, что все тот же набор всех положительных качеств, которые развивает любой вид спорта, но баскетбол, ну, как и весь спорт в общем, это, естественно, в основном это характер, это ответственность, это понимание того, что ты делаешь, и уж не говоря про физические данные, это, естественно, общее укрепление здоровья, я думаю, что никому не повредит занятие баскетболом и разовьет только лучшее его качество. Я вообще довел Александру Викторовичу, что это очень интеллектуальный вид спорта, мне, конечно, нет таких заслуг, как Оля Александру Викторовичу, который является мастером спорта, выступал за сборную России, несколько матчей, максимум мои достижения – это член сборной района и школы по баскетболу, волейболу, футболу, но при этом два года назад, если я открыл баскетбол по-новому, я считаю, что это один из самых интеллектуальных видов спорта. Несмотря на то, что зачастую игроки двигаются на площадке немножко архаично, на самом деле, сколько вот схем существует в нашей команде? Ну, только игровых не считают, личные нападения – это же 12-15, но они постоянно изменяются, боковые, лицевые, ну, около 20. И все схемы? Мы должны их знать, то есть игроки не двигаются хаотично, так скажем, и первый номер показывает там определенную комбинацию. Очень интеллектуально развитый вид спорта, и по большому счету много людей из баскетбола, и в Самаре в том числе, которые после профессионального спорта, может быть, не стали тренерами или не остались работать в клубных структурах, но при этом активно занимаются политикой, бизнесом, то есть развивать не только силы, выносливости характерные, но и в том числе интеллектуальные возможности, которые потом приобретаются в жизни, в карьере, в политике, в бизнесе. Это интересное, конечно, добавление. Скажите, пожалуйста, после победы, после второго места вот в Суперлиге был разбор полетов? Расскажите немного об этих соревнованиях. Что вы, какие ошибки вы учтете в следующий раз, и кого вы можете похвалить, кто, может быть, вас разочаровал, и мы посмотрим фотографии вот с этих последних соревнований. Ну да, сейчас я пару слов про разбор полетов. Ну, конечно же, был произведен анализ наших игр как регулярного чемпионата, так и игр плей-оффа. Естественно, были сделаны определенные выводы, ну, это уже для тренерского состава. Но что самое главное в этих играх и по прошедшему чемпионату, это полученный, еще раз говорю, бесценный опыт для меня как тренера, потому что это не секрет, это первый мой год управления командой, то есть на посту главного тренера я первый год. Да, ровно год, по-моему, да? Первый сезон мой, да, когда я на посту главного тренера. И, естественно, ошибки они есть, может быть, не к сожалению, а к счастью, они будут, потому что без ошибок мы не будем двигаться вперед. И, конечно же, все это мы проанализируем еще больше. А по игрокам выделять я на протяжении сезона никого не выделял, потому что командный вид спорта, он на то и существует, что есть команда, когда один игрок не сыграл, его всегда должен заменить другой игрок и принести пользу в определенный сложный момент. И поэтому выделять я никого не буду, так же, как и разочаровавших меня игроков и принесших пользу. Все-таки вы мягкий тренер. Ну, мягкий тренер, потому что коллектив есть коллектив. И в этом году нам очень повезло, что действительно у нас родился коллектив, родилась команда. Не всегда это бывает. Ну, произошла такая, так скажем, командная химия. И в определенный момент, и самое интересное, что в самый нужный момент, это вот к играм плей-офф, родился наконец-то коллектив. И мы действительно сделали большое дело, пройдя даже первый тур плей-оффа, пройдя прошлогоднего чемпиона Суперлиги. Уже тогда было бы ясно, что эту команду уже, ну, в хорошем уровне она разделась. Ну, и давайте посмотрим фотографии. Я прошу прокомментировать какие-то моменты интересные. Вот, это уже... Ну, это уже награждение, да. Это вот Воронеж, это второй матч финальной серии игр плей-офф. Вот уже медали, я не вижу, есть или нет. Уже есть. Да, вот кубок серебряный. Это Кристина Шапунова с кубком. Да. Вот сам момент, когда объявили, что политех сам ГТУ является серебряным призерем. Ну, это игровой момент, атака кольца. Это вот наш капитан Ольга Овчаренко, ставший лучшим игроком всего чемпионата. Я хотел бы, чтобы вы на фотографии остановились. Дело в том, что, безусловно, открытием этого сезона стало просто потрясающий эффект любви болельщиков к нашему клубу. И на выезд в город Воронеж отправилось более 60 человек из Самары. Такого, как мне сказали в ФРБ, никогда не было в истории Суперлиги. Это наши студенты, это жители города Самары, которые проехали там около тысячи километров в город Воронеж, поддерживали команду. Команде это очень сильно помогло. Да, немножко не хватило, чтобы играть Воронеж в гостях, но самое главное, у команды появился свой болельщик, который готов въехать и в Воронеж, и в Омск. У нас поехало 6 человек за полторы тысячи километров. Это говорит о том, что вот совместная фотография наших студентов, и хотел бы отметить поддержку правком у студентов сам ГТУ, который я организовывал и помогал сплететь болельщиков. Поэтому, безусловно, вот успех, это не только работа на паркете, но это работа вне поля, и, безусловно, болельщики в этом сезоне стали шестым игроком, которые помогали сплачивать команду и гнать ее вперед, даже в самых тяжелых ситуациях. Это Даша Назарова у нас, это вот наши болельщики, все, кто целый наш. Лозунг «Пока мы едины, мы непобедимы», я думаю, что это тут лозунг... Это лозунг вашей команды или нет? Или вообще этих соревнований, или что? Это лозунг нашей команды. Вашей команды, потому что вот вы про победителей... Своих не бросаем, и «Пока мы едины, мы непобедимы», на стягах это есть. А, да-да-да, что-то этот лозунг напоминает. Игровые моменты, да. Это Екатерина Кулькова и еще один игрок, которая пришла из студенческого баскетбола. Вот вы сказали про открытие, что были у вас и открытия среди спортсменок. Это что, кто? Какое открытие? Ну, наверное, самое главное открытие, это, я еще раз повторю, это фамилия Ирины Ксилева, которая, будучи студенткой, пришла к нам в команду, и в начале очень мало игрового времени она получала, но под конец завоевала доверие и дошла до стартовой пятерки, то есть стала практически основным игроком, на который мы очень сильно надеялись. И что Ирина не расслабилась в следующем сезоне, потому что второй сезон намного сложнее для новых игроков, чем первый. А когда начнется вот этот сезон, к чему вы готовитесь сегодня? И как эта подготовка происходит? Ну, сейчас у нас, конечно, сезон закончен, мы с 15 мая уходим в отпуск, 25 июля мы опять собираемся для начала подготовки к следующему сезону, и в сентябре сезон стартует с Кубка России. И сегодня Виктор Федоровича состояла встреча после окончания награждения команды, и самое главное, что мы услышали, то что в нас верят и руководство области, и руководство Федерации Самарской области нас надеются, и в следующем сезоне, безусловно, мы постараемся сыграть достойно, по крайней мере, не хуже, чем в этом сезоне. Понятно, что это спорт, результат может быть любой, но самое главное, я это говорил и перед началом сезона, важно, чтобы на паркете у нас не было людей, не желающих бороться на паркете. То есть в хорошем смысле это тоже некая война, хоть это спорт, но надо выйти на паркет, биться насмерть, постараться выигрывать, и тогда и болельщик поймет, что игрокам не безразличен ни город, ни вуз, ни область, и претензий не будет ни у игроков, ни у руководства клуба. И очень важно, что в важнейших матчах мы это видели, да, команда билась просто не жалея себя. Ну, у вас и разрез небольшой, четыре всего. Ну, во второй игре, да, в Воронеже мы проиграли четыре очка, чуть концовочка у нас не получилось. Конечно, если бы мы выиграли этот матч, второй в Воронеже. Даже вот обиднее, да, всего четыре каких-то еще вот. Как говорится, есть куда стремиться, есть на чем работать. Я анализировал, конечно, почему мы не стали первыми, потому что и ректор перед нами стоял задачу, и руководство области, и федерации. Понятно, что аппетит приходит в время еды, и перед началом сезона было поставлено задача быть в тройке, но когда мы прошли и чемпиона России, Ростов-Юфу, и виз чемпиона прошлого года, нефтяник Омска, понятно, что команде все было по силам. Но это спорт, кто-то должен проиграть, кто-то должен выиграть. Я думаю, что нам просто не хватило психологических, физических сил. Сетку у Воронежа была полегче, чем у нас. Все-таки мы обыграли фактически две самых топовых команды Суперлиги. Прошлых финалистов. Да, прошлых финалистов, да. Я думаю, что, конечно, опыт, который мы приобрели, поможет нам в следующем сезоне выступить, по крайней мере, не хуже, чем в этом сезоне. Да, ну, кстати, вот мне у воронежской команды очень понравился девиз. Помните, как он звучал? Вот вы говорили. Воронеж не догонишь, а догонишь, не поймаешь. Да, вот тоже какой-то такой креативный. Мы постараемся очень сегодня их лозунком провернуть. Поймать, а догонять. Да, это замечательно. Вот вы сказали, что сейчас спортсменки будут отдыхать. А как проходит вот этот отдых? Тоже интересный момент. Потому что вы не встречаетесь, не тренируетесь? Или все-таки продолжаете? Ну, сейчас, да, потому что весь сезон – это огромное напряжение, как физическое, так и моральное. Естественно, надо отдохнуть, так скажем, от мяча и от игры, и от всего этого напряжения. И как бы есть семьи, есть мамы, папы, есть дети. И поэтому я думаю, что этот месяц-полтора они проведут в кругу своей семьи, любимых родителей, молодых людей. Я думаю, что это только на пользу пойдет. Но, Евгений Владимирович, наверное, отдыхать с ней будет. Вы, наверное, все-таки что-то будете планировать, организовывать и просчитывать, как экономист. Для меня новый сезон начался на следующий день, после окончания игры с Воронежем. Потому что необходимо планировать финансы и ресурсы, необходимо планировать новых игроков, необходимо планировать проведение сборов, необходимо закрывать контракты с второго сезона, общаться с новыми игроками. Поэтому сезон для меня в самом разгаре. Фактически отпуска у меня как у одного из руководителей клубов не будет. Но это специфика работы любого управленца. Ненормированный рабочий день, ненормированный календарный год. И я, и ректор, и руководство федерации, мы делаем все, чтобы, повторяю, команда ничего не нуждалась и думала только о спортивных результатах. Да. Ну что ж, наше время эфира подходит к концу. Спасибо большое за то, что пришли, поделились своими планами и какие-то даже уроки мастерства тренерского мы здесь получили. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пригласили. Ну и в следующий раз ждем вас обязательно с победой. И желаем вам этого искренне от всей души. Постараемся. Спасибо, до свидания. Я прощаюсь и с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин